28 февраля в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол на тему об актуальных вопросах учреждения и функционирования культовых зданий и сооружений религиозных организаций. Мероприятие было организовано Общероссийской общественной организацией Российская ассоциация защиты религиозной свободы. С принятием в начале 90-х годов нового законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений количество последних многократно увеличилось и на сегодняшний день составляет более 30 тысяч. В настоящее время практически все религиозные объединения испытывают острую необходимость в решении вопросов со строительством и обслуживанием культовых зданий для удовлетворения религиозных потребностей граждан. С момента принятия федерального закона накопилась достаточно большая правоприменительная практика которая требует корректировок в том числе и в законодательном плане и в правоприменительной и с точки зрения принятия судебных решений административной практики. Я рад что мы перешли к конкретному обсуждению и уверен что темы которые сегодня рассмотрены на заседании будут предметом дальнейшего обсуждения на заседании комиссии совета по взаимодействию с религиозными объединениями и самого совета на ближайшем заседании. В целом государство заботится о религиозной свободе а когда отдельные чиновники по разным соображениям все на круглом столе об этом говорили начинают накладывать административное ограничение это воспринимается уже как политика государства что крайне нежелательно и вопрос сегодня стоял в том как перевести конструктивную плоскость решения этих проблем асда законодательно вроде бы все согласились все нормы есть а правоприменительная практика приводит тому что эти нормы нарушаются и было высказана совершенно замечательная идея о том что надо решать так как это принято в область в отношении правоприменительной практики есть верховный суд который принимает разъяснение в отношении того как надо осуществлять правоприменительную практику как надо принимать судебные решения единообразно с тем чтобы они соответствовали и конституцию и действующему законодательству и договорились о том что мы в ближайшее время выработаем перечень вопросов которые будут выноситься на обсуждение верховного суда тем более что есть верховного есть при обращении поручения президента как гаранта конституции верховному суду рассмотреть эти вопросы таким образом весь пазл как бы собирается в единую картинку и есть много шансов на то чтобы эти стеснения были преодолены существует множество сложных вопросов среди которых можно выделить вопрос связанный с требованиями по безопасности предъявляемыми к местам массового скопления людей нередко религиозные общины не имеют возможности профинансировать выполнение таких требований с одной стороны местные власти не помогают решить вопросы с предоставлением мест совершения богослужений с другой стороны фактически запрещают проводить богослужения в жилых домах в контексте функционирования культовых зданий и сооружений есть проблема связанная с выделением земельных участков для религиозных организаций и проблема получения разрешения на строительство культовых зданий и многие другие но есть еще вопросы которые сегодня затрагивались это в отношении с государством по выделение земли этот процесс который еще до конца как мы поняли во многих конфессиях традиционных еще не решен и поэтому очень важно вот этот статус юридический статус как это должно выделяться насколько государство обязаны не обязаны в каких формах вот это вот я думаю что основной тот вопрос который сегодня бы нужно разрешать но во всяком случае очень благодарны благодарна за то что этот вопрос обсуждается я думаю с божьей помощью он принесет положительные результаты для духовного возрождения нашей родины россии ведь и русская православная церковь довольно часто сталкивается с ситуациями когда в результате общественных слушаний ей бывает отказано в тех или иных территориях или зданиях которые она намерена возвратить в силу исторической принадлежности и конечно это мероприятие и вклад и его участников может быть полезен в решении и проблемах не только русской православной церкви но и всех религиозных объединений россии проблема не просто существует ее нужно решить и как можно скорее и одно из предложений которые часто повторялась в том что необходимо привести в соответствие уже существующие хорошие законодательные акты в том чтобы они заработали потому что проблема именно в том что они есть но один противоречит другого нужно их свести вместе и я уверен что в том числе из прозвучавших недавно в послании президента федеральному собранию слов высказываний обозначенных намерений государство будет поворачиваться лицом своим согражданам верующим людям понимая что это как раз достояние богатства и опора государства страны нации на мероприятие был поднят целый ряд болезненных проблем действительно стесняющих религиозную жизнь заботящих религиозных деятелей россия прошла огромный путь в развитии религиозных прав и свобод и стоит отметить что сегодня начался важный процесс по пересмотру законодательства касающегося религиозных организаций слушатели многие спикеры сегодня предлагают конкретные рекомендации которые необходимо направить в государственную думу в аппарат президента российской федерации в том числе сегодня прозвучали рекомендации в адрес верховного суда российской федерации о том чтобы обобщить судебную практику а такое поручение мы знаем дал президент российской федерации и ряд положений вот сегодняшних слушаний должны войти в эти рекомендации в целом я рассматриваю данный случай данное слушание весьма и весьма позитивно здесь идет конструктивный диалог абсолютно конструктивный диалог и спасибо российской ассоциации религиозной свободы которая проявила и общественной палате российской федерации которые проявили инициативу и организовали такой форум среди таких основных предложений но было высказано представителем нашего комитета комиссии общественной палате иосифом и геевичем дискиным предложение обсудить этот вопрос совместно с советом по правам человека при президенте российской федерации с федотовым александровичем создать рабочую группу потому что на последнем заседании совета который руководил наш президент владимир владимирович путин было дано поручение вот как раз именно об общении практики проблем нарушения в сфере в том числе свободы совести деятельности религиозных объединений и мы можем в общем то в этом направлении совместно с советом по правам человека работать действовать и там уже реализовать все эти предложения которые были высказаны сегодня на нашем круглом столе информационное бюро спектр москва